Здравствуй, зритель! Сейчас грядёт обзор еды. На самом деле, мне захотелось какой-нибудь рыбы, которую можно обжарить в этом самом кляре, в этой самой, как её там... То, что сейчас популярно во всякой быстро растворимой еде, ну, в смысле, едет с доставкой на дом, как её там называют там... Темпура, короче. Или сделать паровую рыбу и немного фруктов. И чё-нибудь такого, ну, не знаю, типа к чаю. Хотя у меня как бы есть чё к чаю, но хотела чё-нибудь тут такое вот печенье. Я как бы сама собираюсь сделать на днях. Ну, вот внезапно я увидела булочку. Хоть тут масло какое-то неизвестное. Но я знаю, что они и кукурузное добляют, не только подсолнечное, и рапсовое, и ещё какое-то, и, возможно, соевое. В общем, рожки с обсыпкой в упаковке. На самом деле, это один рожок, сделанный углическим хлебом 25-го числа, то бишь, видимо, сегодня. В общем, вот там. Всё это у меня вышло. Огромнейший пакет с кучей фруктов и этой рыбой. Рыба, оказывается, 159 с копейками. 600 грамм. Это что-то 20 с чем-то. Ну, почти на 600 рублей. Я думала, у меня где-нибудь на косарь уйдёт. В общем, вот хлебушек. Я тут занялась снова вампиром. У нас там три главы осталось. Правда, сканов нет. Но решили, что надо добить. Ну и попутно сейчас вот буду после кушанья тайпить, потому что вчера я думала, сделаю этот тайп, но у меня как-то он не случился. В общем, днём у меня одно, вечером у меня другое. Между делом там ещё всякие дела. В общем, виноград чойный. Почём кайф, не помню. Виноград зелёный. Аналогично. Относительно цены. Груш конференция по 120 с чем-то, кажется. Три штука. Всё равно пакетик нет. Вроде ещё не порвался. И чё я решила обозреть? Там у меня такой фрукт будет. Вот мне надо мнение зрителя, потому что я его сама вот впервые, наверное, буду есть. В консервированном виде, возможно, я его пробовала. Он у меня не пошёл. Но в сыром виде первый раз. Яблоко. Я не поняла, там вообще они в разных коробочках лежали. Выглядели по-разному. Но, походу дела, по одной цене. Типа новый урожай или что-то в этом виде. В общем, яблоко. Да, мне хотелось яблоко. И ещё два других яблока. Вообще, у меня как бы есть чек, можно глянуть. Сейчас я, наверное, и гляну. Вышло у меня всё... А, ну да, почти на 600 рублей. 597 рублёв. Ну, вообще, там 596,74 копейки. Где у нас тут яблоки? Да, яблоки, видимо, по одной цене, потому что мне их свечили все вместе. 408 грамм. На 28 рублей 52 копейки. 69,90. Апельсин. Он просто такой огромный вообще. Апельсин. Прям голова младенца практически. Какой-нибудь обезьянки. Апельсин у меня один, естественно. Хотя у меня там почти 3 четверти грейдфрута лежит. И ещё один мандаринчик, который мне подружка как-то угостила. Ну, там было несколько мандаринчиков. Один остался. Надо бы его захомячить. Ещё у меня там есть имбирь или маленький лимончик. Вот я не знаю, можно ли лимончик убрать в морозилку, а потом достать. И в морозилке у меня ещё лежит с незапамятных времён. На самом деле, я месяц назад, может, купила. И что-то в морозилку сунула. Хурмина. Причём она как была, такого цвета и осталась. Вот другие хурмины другого сорта я замораживала, они сразу потемнели. Перед Новым годом ещё. Короче, где у нас этот пиписин? Вот этот пиписин вышел на 470 грамм ровно. 36 рублей с копейками. Причём кайф на рынке пиписинов. 76 рублей 90 копеек. Два банана. Хотела ещё два взять, но что-то они такие вот были. Но вот, думаю, принесёшь домой, до завтрашнего дня оставишь, а они почернеют и вообще кашутся. Так. Я купил себе последний он там был. Манго. Одна штука, 54 рубля 90 копеек, поштучно они, цена за штуку. Люди, будете меня смотреть, скажите, что с ним делать? Я, конечно, могу это погуглить в Яндексе, заиндексить в Яндексе, погуглить в Гугле, или ещё в каком поиске посмотреть. Он крепенький такой. Впервые в жизни покупала мангу. Что-то вдруг решила купить. Она одна там лежала, так я думаю, может мангу купить. Там был ментай такой квадратиками. А я как-то покупала ментай, он такой сушёный был, сушёный. Я его когда-то или жарила с чем-то там, с каком-то такой фигне прикольной. Вот палтус мягче выглядит. Или я его паровым делала хозе. А ещё был вот такой ментай. Кусочками, тушками. Ну и на одном ментайе там было написано, как сделать это кляр. Я думаю, можно и в интернете посмотреть, если что. Я вот думаю, сейчас кусочек буду сделать паровым, посмотреть, как он. А другие части пока в морозилке подержать. В общем, вот у меня тут ментай, филе, мороженое. Вот такие пироги. Точнее, да. Точнее, покупки. Я помню, что там мыло собиралась порезать. Но я постараюсь на неделе порезать это мыло. Сегодня, видимо, уже не получится. Ну и, да, и про АСМР-журналов я тоже помню. Хотя обзора заказа не будет, потому что человек у меня не заказал в итоге. Или не набрала у него заказ, или она тупо не заказала. Ну, короче, мне не заказали мой заказ. Соответственно, обозревать будет мне нечего. Но четвёртый и пятый каталог лежат, ждут своего часа. Но я так понимаю, большинству людей, по большей части, охота вот это, листание с шептанием. Нисколько. Ну, может быть, ещё будут. Может быть, ещё они будут актуальны в моём обзоре. Я постараюсь на неделе их сделать. В общем, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Пока.